Март для казахстанцев ознаменовался не только началом весны, но и месяцем национальных традиций и культуры. С 1 марта стартовали мероприятия по случаю празднования 30-летия независимости Республики Казахстан. Именно этой дате посвящены мероприятия, направленные на реализацию национальной культуры, возрождение традиций, пропаганду здорового образа жизни, развитие массового спорта, в том числе национальных видов спорта. О том, какие события в мире культуры и спорта ждут казахстанцев, а также другие вопросы мы обсудим с министром культуры и спорта РК Актаты Раимкуловной. Добрый вечер, Актаты Раимкуловна. Спасибо большое, что нашли время прийти в наш особенно прямой эфир в преддверии женского праздника 8 марта. Поэтому, наверное, первый вопрос позвольте вам задать в отношении планов по дальнейшему развитию пропаганды культуры, особенно в этот особенный год празднования 30-летия независимости. Принимаем во внимание все сложности, которые мы имеем в такой пандемийно-постпандемийный период. Спасибо большое за приглашение. На самом деле, этот год у нас особенный. Год 30-летия независимости Республики Казахстан. Конечно, сфера культуры, работники культуры, артисты и все-все. Мы готовимся к этому празднику и у нас намечено большое количество мероприятий. Конечно, очень будет сильно зависеть от ситуации с коронавирусной пандемией. В прошлый год мы приноровились и нашли возможность проводить в онлайн-формате очень много мероприятий, как и образовательного характера, культурологического характера. Были проведены конференции, все в онлайн-формате. Очень много запомнился флешмоб, который сделали музыканты, исполняя в зуме в формате виде конференции одновременно музыку. Мне кажется, это был такой очень заметный, очень креативный флешмоб. Это были челленджи интересные. Абсолютно вы правы, когда каждый музыкант сидел у себя, играл в свою партию, это была общая симфония. И на самом деле это говорит о том, что, конечно, для культуры очень мало преград. Главное стремление, что такое музыка, что такое культура, это стремление к чистоте, стремление к прекрасному. И, конечно, в этот непростой период прошлого года именно, как мне кажется, культура позволила очень многим сохранить бодрость духа, хорошее настроение. Потому что на самом деле человечество столкнулось с такой необычайной проблемой, которая не сталкивалась очень давно, и тем более в современном мире. И вот наша миссия такая была, деятелей культуры, именно сохранить такой оптимизм и сделать так, чтобы все-таки людям было намного легче переносить вот эти периоды локдауна, и чтобы все-таки искусство, оно звучало и со сцены, и в домах, и в телевизорах, в социальных сетях. Как нам кажется, это удалось, потому что это была не только музыка, это были замечательные экскурсии в музеях, это были замечательные лекции, это были в библиотеках. Несмотря на то, что библиотеки были закрыты, это были постоянно какие-то онлайн-конференции, онлайн-встречи с круглой столой. И, как нам кажется, мы вот несмотря на сложности, то есть несмотря на то, что мы в живом общении были намного ограничены, мы нашли форматы, и вообще во всем мире культура нашла такие форматы, при которых все-таки общение и вот эта миссия «нести прекрасное» в мир, она сохранилась. Давайте как раз об этом поговорим. С вашего позволения, Акта Терхматуллаевна, если можно, я не буду задавать вам вопросы ни про спорт, ни про туризм, и позволю себе это удовольствие с вашими заместителями, надеюсь, они тоже придут в наш эфир, если мы с вами сконцентрируемся именно на вопросе культуры, то есть вы как человек, вышедший из этой отрасли. Давайте попробуем дать возможным зрителям оценку, что из себя сейчас представляет культура в Казахстане, допустим, как отрасль деятельности. На самом деле, как мне кажется, определяет нацию именно уровень отношения к культуре, к традициям, к обычаям, ко всему, скажем, в то же время и к современности. На самом деле мы можем сказать о том, что у нас на государственном уровне сохранены самые лучшие традиции, и вы знаете, что у нас есть государственная программа «Рухани Жангру», до этого была «Мадинь и Мура», и вот эти программы призваны сохранить самые лучшие традиции, как мы говорим, «дастер», «дастерлююнер», и в то же время вы знаете, что большие программы в рамках «Рухани Жангру» — это по «Сакральный Казахстан», по сохранению историко-культурного наследия, это продвижение современной казахстанской культуры в современном мире, в западном мире, это еще и издание замечательных, замечательные произведения наших писателей, поэтов и так далее. И, конечно, на сегодняшний день, как мне кажется, что государством делается очень много для того, чтобы поддерживать деятелей культуры. Конечно, совершенствоваться всегда можно. Мы знаем, что есть у нас государственные стипендии первого президента Республики Казахстан, есть государственные стипендии, как «Даррон», есть такие премии «Даррон» для молодежи, есть государственная премия. Конечно, мы должны говорить о том, что на сегодняшний день мы разрабатываем государственный творческий и государственный спортивный заказ, то есть это те формы, которые позволят как можно больше людям приобщаться к культуре, ну и к спорту тоже. В данной ситуации мы говорим о том, что, например, министерство, оно, конечно, несет такую идеологическую функцию, функцию политическую, как бы вести политику в стране. Поэтому наша основная задача – это законотворчество, нормотворчество, это определение той самой государственной политики в области культуры. Я с гордостью могу сказать, что, например, в год, когда закрывались оркестры, в 2020 году, в прошлом году, закрывались оркестры, когда переставали существовать театральные коллективы, закрывались театры, и неизвестно, когда они откроются, по всему миру, в нашей стране субсидирование, государственная поддержка, финансирование культуры, государственных организаций культуры, она была оказана в полной мере. Более того, были государственные меры поддержки, как и финансовые, так и, скажем, звания, какие-то стипендии и так далее. Конечно, я хотела бы сказать о том, что нигде в мире не открыт новый театр. Театр и казахский национальный театр музыкальной драмы имени Уан Шпаева в городе Нарсултане. Сейчас, в этом году, будет открыт казахский музыкальный драматический театр в городе Туркестане. То есть, получается, в 2020 году в Казахстане единственная страна в мире, в которой был открыт новый театр? Практически, да. Театры открываются. Я хотела бы сказать, что за последнее время, конечно, новые здания филармонии, театров, они открываются. В то же время мы сейчас по дорожной карте занятости и по дорожной карте бизнеса делаем капитальные текущие ремонты объектов культуры. И это сейчас также приоритетом является. Вы знаете, что есть дорожная карта партии Нур-Отан, рассчитанная на 5 лет, в рамках которой очень значительные вещи мы должны вместе с нашим, скажем, экономическим блоком сделать очень многое для материально-технического обеспечения именно сферы культуры. Терхмитлайна, если можно, допустим, как у обывателя взгляд на культуру иногда строится, исходя из вопроса того, что Казахстан может предложить и дать интересного с точки зрения культуры современной, либо классической и так далее. И, допустим, меня как обыватель спрашивает, что у вас с культурой в Казахстане, я говорю, у нас один из лучших классических оперных театров. Абсолютно верно. Вот есть старый такой спор в отношении того, что условно страна представляет. Это больше Азия, либо больше Европа. И вот один из аргументов сторонников того, что все-таки мы носители современных европейских, в том числе, ценностей, в том, что у нас поощряется и развивается активно классическое западное искусство, опера, балет. Согласны с этим? Абсолютно согласна. Вы знаете, вы абсолютно правы. У нас сейчас Астана-опера находится, наверное, в пятерке лучших оперных театров. На самом деле у нас в столице, я скажу так, что не во многих странах, я знаю, что есть в Китае, я знаю, что есть еще в каких-то странах, но не во многих странах есть Академия хореографии, которая с первого класса воспитывает именно балетников, именно артистов балета, до докторантуры, то есть полностью весь цикл. И Астана-балет, который сейчас просто поднял балетное искусство Казахстана именно народного танца, на новый уровень. На самом деле сейчас у нас замечательная вокальная школа, оперная школа, у нас есть выпускники итальянских, каких-то групп, то есть это наши студенты, наши выпускники, которые проходят стажировку в Италии, замечательно. Вы знаете, люди видят рейтинги, вот если, допустим, формальный, либо неформальный рейтинг, вот, допустим, оперное искусство в Казахстане, в мировой табеле о ранках, где оно находится, балетное искусство? Вы знаете, на очень высоких позициях, я сейчас не могу вам сказать цифры, на самом деле, но то, что показывает в зарубежных поездках, вот наш Астана-балет, Астана-опера, балетная труппа Астана-опера, которыми руководит Алтная Асалмуратова, это, вы знаете, это величайшая балерина конца 20-го, начала 21-го века. Нам повезло, что она приехала вот на родину, в Казахстан, вот в городе Нарсултане, она сейчас возглавляет балетную труппу Астана-опера. И у нас балетная труппа просто на высочайшем уровне. Тут в вашем личном табеле о рангах, условно, в рейтинге. Где мы находимся? Мы, конечно, на первом месте. На первом месте, да? Вы знаете, дело в том, что мы, как вы вот говорите, мы полностью, притворяя, как бы принимая западноевропейскую культуру, мы ведь очень интересны еще своим самобытным искусством. И когда, например, в танце, используя все самые замечательные, самые высокопрофессиональные планки, мы еще и вносим свой национальный колорит, когда у нас есть... Ну, нигде в мире такого нет. Это на самом деле уникальнейшие коллективы, которые на самом деле сегодня мы можем гордиться. Более того, я бы хотела сказать о том, что вокальная школа наша, оперная, это самые первые, самые высокие гран-при наших вокалистов. Например, вот Медед Чутабаев, когда он буквально два года назад занимал гран-при подряд на трех международных очень значимых конкурсах вокалистов, в Италии мэтры и, будем говорить, прима-вокалисты Ласкало сказали, что, оказывается, вокалу надо ехать, учиться в Казахстан. Помимо того, что мы обладаем замечательными талантами, у нас замечательная вокальная школа. Конечно, это все результат огромного труда и самих музыкантов, педагогов, той вот многодесятилетней школы, которая формировалась на протяжении, скажем, 70-80 лет. Вот если можно, такой немного специфичный вопрос, на который вы, скорее всего, постараетесь ответить политкорректно, но тем не менее. Вот я слышал очень многие оценки от зарубежных друзей, которые приезжают и идут в Астана-Опера и видят там потрясающе высокий уровень балета. Мне говорили, что костюмы, декорации, которые в Астана-Опера есть, они лучше, чем в Ласкале могут быть, что звук, возможно, там у нас один из лучших в мире. И они как бы спрашивают, это все-таки наследие такое советского периода, когда культура поддерживалась, либо мы сделали еще в период независимости какой-то большой скачок как в балетном искусстве, так и оперном. Вы знаете, я думаю, что мы смогли достойно развить то, что было в советском периоде. Я вот всегда говорю, что не в каждой стране есть композиторская школа, профессиональная композиторская школа, которой более 80 лет. Не в каждой стране есть профессиональная певческая и так далее, исполнительская школа. И, конечно, можно было остановиться на том уровне, который был, скажем, в начале 90-х. Но вот я как раз о том и говорю, что и государство много сделало. Например, у нас появились новые творческие вузы. Это Казахский национальный университет искусств в городе Нур-Султане. Вы видите новые театры. Они открываются... Для того, чтобы петь и выступать на лучших площадках мира, вы знаете, Мария Мудряк, наша маленькая девочка из Павлодара, обучаясь в Казахстане, она продолжила обучение за рубежом, и сейчас она одна из лучших певиц в Европе, в мире. Также вот другие наши певцы, например, у нас есть Бахсиар Адамжан, который входит просто в пятерку лучших балетных артистов мира. Это действительно наши бриллианты, можно сказать. И в любом случае мы смогли продолжить те замечательные традиции, которые были заложены в советское время. И мы абсолютно можем гордиться это. Это и в исполнительском искусстве, это и в изобразительном искусстве. Вы знаете, сколько у нас талантливых художников. Причем художников, которые, конечно, те художники, которые, например, тот же самый Костеев, который рисовал, скажем, в середине 20-го века, в 50-е годы, 60-е, они передавали свое искусство, свое мастерство своим ученикам. Их ученики передавали своим. И вот сейчас молодежь, имея возможность в связи с глобализацией всего мира, имея возможность знакомиться со всеми достижениями в мире, они сейчас выходят на такой уровень. Это, опять же, я скажу, на очень крепкой профессиональной основе, притворяя все те традиции, которые были в западноевропейском искусстве, еще и добавляются наши традиционные, замечательные мотивы, наше мощное традиционное искусство становится подпиткой для классического так называемого искусства. Завершая вот этот блок в отношении классической культуры, у меня есть один хороший знакомый, молодой человек, который занимается вокалом, и он дал такую оценку, очень неприятную, но ехал в Татарстан учиться оперному вокалу, и говорит, к сожалению, в Казахстане классика умирает. То есть она там не поддерживается, она не расширяется, хотя классика это классика, это основы. Есть какие-то основания для такого поселения? Я абсолютно не согласна. Я думаю, что если, как я говорила, есть государственная поддержка, есть новые постановки постоянно. Как вы вот сами говорили, что прекрасные голоса, прекрасные театры, прекрасные там постановки. Ну как же это может быть? Это его, возможно, какая-то такая оценка субъективная. На самом деле, я думаю, что деятели культуры, и мы все дальше просто должны работать для того, чтобы таких мнений не было. Давайте поговорим теперь про современное искусство. Можно я скажу, что это замечательно, что молодой человек едет, например, в Татарстан учиться вокалу, потому что одна из сильнейших школ в Татарстане, это действительно есть. В то же время, когда я была на международном конкурсе композитором в Татарстане, в Казани, я им говорила, какая у вас школа, какие у вас голоса. Но меня удивленно повернулись, сказали, вы что, в Казахстане голоса, вот эти бескрайние степи, ваш дух дает такие мощные голоса, такая школа у вас. Как раз они с большим восторгом говорили о нашей певческой школе в том числе. Поэтому, возможно, это его мнение. Но я думаю, что мир разнообразен. Наверняка вы согласитесь, есть очень известный и популярный нарратив, что казахстанская земля полна талантами, но они не находят должной оценки у нас в Казахстане. И здесь приводят в качестве примера Скриптонита, Джак Халиба. Димаш Кудеберген решил уехать в США для того, чтобы там реализоваться и получил в целом признание после своих успехов и в Китае, и в России. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, я хотела бы сказать, что это вообще действительно такая тема, которая излюблена. Некоторые люди об этом говорят. Я, например, так не считаю. Я очень рада за наших молодых талантов. В любом случае, они формируются здесь. Тот же самый Джак Халиб – это студент консерватории, который учился, когда я работала в консерватории там. Это сейчас его творческий псевдоним. Очень талантливый парень, который очень много времени проводил в тех же самых студиях, учился в консерватории. То есть вот эту профессиональную подготовку и такую творческую подготовку он действительно получил в Казахстане. Дальше он продвигался. Конечно, дальше продвигался. И я думаю, что тот жанр, в котором он поет и в котором он сейчас работает, он, возможно, больше был... Продюсеры других стран, они увидели больше перспективы в этом жанре. Вы знаете, мир настолько глобализирован, что сейчас говорить только о том, что тот талант, который родился здесь, сформировался, он должен быть только здесь, очень сложно. Вот как я вам говорила про Марию Мудряк, как я говорила про Бахтиара Адамжана, то же самое, например, я бы сказала про Димаша Худайбергена. Он учился здесь у нас в Казахстане, у наших казахских педагогов. Он об этом всегда с гордостью говорит. И, конечно, до того основного его конкурса «Айм Сингер», где он победил в Китае, он прошел не один десяток конкурсов. Сегодня у нас была встреча с министром культуры Кыргызской республики, и вот он говорил с гордостью, что первый конкурс 17-летний Димаш участвовал в конкурсе на Иссыкуле, где он получил гран-при. И тогда все говорили о его необычайном голосе. Мы можем говорить также о том, что он гран-при Расханата, можем говорить, что он поступил в наш университет и учился у наших педагогов. Конечно, мы на сегодняшний день, с ним, когда разговариваем, он видит себя, он хочет дальше развиваться. Вы же понимаете, что сейчас именно есть страны, где именно тот жанр, в котором работает тот или иной талантливый молодой человек, они могут на сегодняшний день больше получить для развития своего таланта. Безусловно, Димаш Кудайберкин – это национальная гордость, национальное достояние. И вот здесь также в эфире мы, когда обсуждали с коллегами из креативной индустрии, прозвучало очень интересное мнение, что талант Димаша, он гораздо выше, нежели чем масштаб Евразийского экономического союза, Китая и этого всего, что он должен петь в больших лейблах американских, выступать с Рианой, с Бейонс и так далее, и что время работает против него, ему нужно торопиться. На самом деле он очень и очень трудолюбивый парень и очень ищущий, и это замечательно. И на самом деле он еще совсем молод, вот то, что он ищет различные пути для своего совершенствования, он не зацикливается на одном, на достигнутом. Это ведь хорошо, на это надо посмотреть с другой стороны. И наши молодые таланты, когда, получив определенную здесь, в Казахстане, скажем, образование, какой-то этап, они ищут новые пути, они куда-то едут, они возвращаются. Тот же Димаш, например, он едет, слава богу, не навсегда, на определенный период, он просто, опять же, есть люди, которые на сегодняшний день профессионалы, которые сегодня также с ним готовы поработать, и он свое новое, скажем так, очень, я надеюсь, что новый уровень своего развития он привезет в Казахстан. Опять же, наши исполнители, они будут дальше развиваться, то есть он своим примером показывает, что нельзя останавливаться на достигнутом. Я думаю, он очень многим казахстанцам дал большое вдохновение, и, по сути, он внес очень большой вклад в нашу национальную гордость, формирование нашей идентичности. Давайте поговорим, наверное, про другие культурные феномены, о которых, наверное, стоит поговорить, и которые показывают современную казахстанскую культуру на должном уровне. Может, вы назовете, я бы назвал, допустим, «Найти-уан» или «Ирина Кайратовна». Конечно. Вы знаете, я бы хотела сказать, что сейчас мы очень плотно подошли к разработке, разработали концепцию креативной индустрии, и в рамках этой концепции она сейчас очень подробно прорабатывается, разрабатывается, просчитывается. Именно рассматриваются возможности, как можно больше поддерживать молодые таланты. Какими инструментами? Это создание культурного образовательного хаба, который будет таким своеобразным, такое слово, инкубатор, можно сказать. Это место, где будут находиться таланты, куда будут притягиваться таланты, где будут с ними работать самые профессионалы этого дела, вокала, эстрадного вокала, танцовщики, изобразительное искусство, ремесленники, которые смогут свой продукт культурный достойно представлять. Это и работа в студиях, это и актерское мастерство, это и возможность получить мастер-классы и, скажем, стажироваться в самых интересных, в самых продвинутых центрах мировых, и возможность дать дальше развиваться нашим молодым талантам и продвигать их. Идет ли речь и реально ли говорить о каком-то значимом экспорте культуры, казахстанская культура? Мы можем говорить. Вот, допустим, на примере Южной Кореи меня потряс этот пример, когда один лейбл в рамках кей-поп, корейский поп, да, он дает экспортные выручки, просто несопоставимо там, сколько-то процентов ВВП. Вот кью-поп, 91 пытаются делать ролевую модель казахстанского попа. Реально это или нет? Вы знаете, я думаю, что кей-поп, который в Южной Корее сейчас является, ну, как бы, можно даже сказать, локомотивом где-то, да, в креативной индустрии, в мировой. На самом деле для того, чтобы найти именно эту идею, ведь было очень много проработано. Мы вот в процессе подготовки концепции креативной индустрии проанализировали очень много по всему миру вот ситуацию. И, конечно, то, что феномен появления южнокорейского кей-попа, он не случайен. Для того, чтобы найти именно эту дорогу, было, скажем, ну, если так вот фигурально сказать, это было 100 команд, 100, скажем, групп, из которых, может быть, вот одна стала именно вот той изюминкой, на которой уже дальше продвигались и разрабатывали именно вот концепцию вот кей-попа. А кто фондировал это все? Это же очень дорого. Это государство. Государство. Государство, да. На сегодняшний день также у нашего государства это сейчас стоит задачей. Мы сейчас, я могу сказать, что очень интересные ребята собрались. Сейчас есть проектный офис, который по разработке именно креативной индустрии. В данном, вот сюда, конечно, относятся наши креативные индустрии, куда входят, как я говорила, да, это культура, это, опять же, виды искусства. То есть этот подход Южной Кореи будет ли в какой-то степени повторен? То есть словно будет 100 команд, типа 91, да, которых будут вести, тренировать? И не только в этом жанре. И не только в этом жанре. Это и опыт Великобритании, это и опыт европейских стран, это опыт, конечно, и Америки. То есть сейчас очень много проанализировав, мы понимаем, какую работу сейчас нужно провести. И это, конечно, период такого становления, когда разрабатываются индикаторы, критерии. И сейчас уже мы практически понимаем, в какую сторону нам идти. У нас очень много талантливых ребят, очень много талантов, которые просто нужно поддержать. И на самом деле, как я сказала, на такой крепкой профессиональной основе, со своим очень оригинальным подходом традиционного искусства, как мне кажется, это будет очень интересный микс, и мы сможем все-таки продвинуть. Конечно, здесь также очень много значит от маркетинговых шагов наших, от шагов продвижения этих талантливых ребят. На самом деле, у нас есть замечательный... Это один из последних феноменов, который возник на казахстанской земле, ну, скажем так, не в полной мере благодаря, наверное, да, там, вот той системе поддержки, которая есть, это Иманбек, который, возможно, надеюсь, получит премию Грэмми. Вы знаете, опять же, я хочу сказать, что сейчас такое время, когда очень много ребят в качестве не основной профессии, а именно в качестве хобби занимаются музыкой той же самой. Вот Иманбек, когда мы... Только-только он появился, я с ним общалась, разговаривала, и, видя его... Вы знаете, для того, чтобы создать такую композицию, нужно иметь действительно большие способности, будем так говорить. Его даже предлагало, чтобы он все-таки посмотрел в сторону музыки, смены профессии. Он настолько предан своей основной профессии, вы знаете, он железнодорожник, он занимается этим в свободное время. И вот я думаю, что вот такой феномен, как Иманбек, он, конечно, не может быть часто появляться, но на самом деле это такой... Он причем вот в таком жанре, который микс не только музыки, ну и знаний, технологий, технических возможностей, да, это вот такой микс получился, и удачный микс. Я знаю, что он дальше работает, у него есть очень интересные работы в этом направлении. Но я думаю, что это опять же способствует тому, что ребята, которые робко пока в направлении именно выявления своих творческих способностей, пока робко двигают, пример Иманбека послужит к тому, что нужно быть просто смелее. Как вы для себя объясняете то, что феномен, что казахстанцы достаточно заметны в рэпе, и особенно в русском рэпе? Наверное, опять же, вы знаете, что у нас есть такое традиционное искусство, как айтос. Вы знаете, что в крови у каждого практически казаха, практически у каждого казаха в крови искусство такого сказительства или понимание хорошего слова, рифмы. Я думаю, что это тоже очень сильно повлияло на то, чтобы ребята на сегодняшний день очень удачно и интересно двигаются в этом виде, будем так говорить, эстрадного жанра или искусства. На самом деле, я еще раз повторюсь, что если ребята, вот вы знаете, что первые как-то такие были примеры, когда Астуди уехали в Москву, когда Батархан Шукенов стал действительно звездой на постсоветском пространстве. Я думаю, что это такие очень естественные, как вам сказать, тренды, это успех. Тренды, естественные тренды, и мы не можем закрываться в рамках одной страны своей. Я с вами абсолютно согласен, что это нужно интерпретировать однозначно как успех, признание на региональном, международном уровне. Абсолютно. И никакого повода для посыпания пепла, только одна гордость остается. Да. Вот когда мы говорим о том, что казахстанская культура может предложить миру, есть и другое направление, о том, что есть мировая культура, которую мы должны тоже, наверное, пропагандировать в Казахстане. И вот иногда звучат упреки, мне написали, что у нас, допустим, до сих пор не переведены на казахский язык шедевры мировой киноклассики. Бергман, Феллини, про театральную классику, вот тоже можно сказать, Шекспир, Брехт и так далее. Вот в этом направлении есть ли какое-то понимание необходимости того, что фундаментальные такие образчики классики мировой культуры должны быть и на казахском языке? Вы абсолютно правы. И вот вопрос, он очень закономерен. На самом деле, у нас сейчас внесены в изменение нормы закона о культуре, где говорится о том, что те произведения, например, кинопроизведения, которые будут показываться на территории Казахстана, они должны быть обязательно или дублированы на казахский язык, или с субтитрами на казахском языке, или закадрованным текстом на казахском языке. Опять же, с целью для того, чтобы сделать вот эти мировые шедевры и, скажем, новые произведения кино, кинематографии более доступными для казахскоязычной нашей публики. Конечно, вы абсолютно правы. Я думаю, что эти шедевры, литературные шедевры, они достойны для того, чтобы быть переведенными на казахский язык. И в этом плане также министерство сейчас ведет работу по увеличению количества не просто изданий социально значимой литературы, куда входят, конечно, произведения классические, произведения современных авторов, произведения молодых авторов, также и по большую работу по переводу на казахский язык, будем так говорить, те произведения, которые написаны на других языках. Мы эту работу, конечно, будем продолжать, вы абсолютно правы. И вот в этом отношении, наверное, имеет смысл заметить, что, несмотря на всю априорность необходимости поддержания и развития нашей традиционной национальной культуры, тем не менее, вот иногда звучит нарратив о том, что необходимо отказываться от западной культуры, от западных ценностей. И мне кажется, это далеко не противоречащие вещи. Это не противоречит абсолютно друг другу. Это взаимообогащение, это возможность прикоснуться к тому великому, что создает человечество вообще. Потому что, я думаю, без взаимопроникновения культур невозможно вообще развитие человечества. И я думаю, что оно абсолютно одно не отрицает другого. Поэтому я с вами абсолютно согласна, что мы должны, сохраняя свое традиционное искусство, традиционные обычаи, мы должны с огромным уважением относиться и в то же время показывать и продвигать также и все то, что человечество наработало, произвело, то, что есть сокровищница человеческой мысли. А вот говоря про такую массовую культуру, без каких-либо ноток пренебрежения, тем не менее, есть высокая культура, есть такая более популярная массовая культура. Иногда складывается такой образ казахстанской интеллигенции, властители ДУМ, за которыми очень наблюдают, у них большое количество подписчиков. Тем не менее, они иногда замешаны в каких-то не очень приятных, сомнительных каких-то историях. И вот раньше всегда деятели культуры, они считались обращиком морального поведения, за ними оставляли моральное право. Они были таким моральным мерилом. Как вы считаете, сейчас этот образ казахстанской интеллигенции, деятелей культуры, он эвальвируется под влиянием вот этой сетевой масс-культуры или нет? Очень непростой вопрос. На самом деле, мне кажется, это не только к культуре относится. Это и в научной среде, это вообще в разных сферах нашей жизни. То есть сейчас под воздействием, как вы говорите, скажем так, каких-то средств массовых информаций, когда есть... Социальных сетей. Социальных сетей, когда есть огромный, будем так говорить, когда есть огромное количество информации, и не всегда проверенной, не всегда качественной, не всегда правдивой, на самом деле ставится иногда под сомнение авторитет и правдивость тех или иных действительно наших уважаемых людей, уважаемых каких-то наших ценностей. Я думаю, что это все проверяется временем и проверяется именно ценностями, теми ценностями, которые мы должны продвигать. И я думаю, что все просто время расставляет по своим местам. Поэтому, конечно, мне хотелось бы прежде всего поддержать наших настоящих деятелей культуры, деятелей науки, писателей и так далее, и так далее, всех тех, кто действительно занимается культурой, занимается продвижением культуры. В том числе не в Великой Ни Санкт-Популярной, но в классической культуре. Да, верны именно тем истинам и тем ценностям, которые присущи самым высоким идеалам человечества. Абсолютно. Это универсальные гуманистические ценности, которые близки и наши национальные традиции и культуры ни в коей степени не противоречат, а наоборот, их обогащают. Спасибо большое вам за участие в прямом эфире. Позвольте вас поздравить с наступающим 8 марта. И в завершение я хотел бы отметить слова президента Тукаева. Цитирую, реализуемая нами сегодня системная модернизация страны, направленная на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе, в экономике и культуре. И также, пользуясь случаем от себя лично, от всего телеканала Хабар 24, поздравляю, дорогие женщины, с наступающим 8 марта. Будьте успешны, счастливы, любимы. С вами был Рахим Ашабаев. Увидимся в следующем выпуске.